Друзья, сегодня я хочу вам рассказать свои ощущения после операции на глаз. Как вы знаете, в прошлом видео я рассказывал, я вчера делал себе лазерную операцию. Лазером мне, как бы сказать, заштопали дыру в сосуде, которая находится внутри глазного яблока. То есть, до сих пор для моего восприятия это что-то новое, что-то вообще потустороннее, сложное, страшное и так далее. Но многие люди в комментариях писали, что у кого-то тоже будет такая операция. Кто-то боится, кто-то переживает. Хочу рассказать свои ощущения. Вчера мне еще было очень сложно что-то говорить, потому что я вчера только после операции был. Еще что-то у меня там кололо, рука болела после катетера. В общем, было неприятно и непонятно было, что еще говорить. Но сегодня, друзья, я проснулся другим человеком. Это реально. То есть, я уже давно не ощущал, как это, когда у тебя ничего в глазу не мешается. В общем, изначально я понял, что вот эта вот проблема с глазом, да, когда у меня порвался сосуд, видимо, начала туда заполняться жидкость в глазное яблоко. Она начала давить на сетчатку, и я стал хуже видеть, и все в другом цвете, в коричневом стал видеть. Это у меня началось не месяц назад, как я раньше думал. Потому что у меня это началось как-то резко. Где-то месяц назад я начал бить тревогу. Но на самом деле началось у меня это уже давно. Это я понял сегодня утром. Мне всегда, может быть, у вас тоже просто такое есть, поэтому вам это видео будет полезно. У меня последние, может быть, год, может быть, полтора, может быть, два года, может быть, еще больше, я уже не помню. Постоянно уставал глаз. И вот если, например, возьмем этот глаз, который как раз я лечил. Если я, например, поворачивал им, я постоянно чувствовал, что как будто у меня в глазу песок. Или постоянно такое ощущение было, что у меня что-то вот внутри мешается. Вот куда бы я там ни посмотрел, ни моргнул, еще что-то, у меня постоянно ощущение было, что какой-то инородный предмет находится где-то вот в глазу, и он мне не дает расслабиться. Вот из-за этого постоянно было какое-то напряжение, ну, во-первых, и в теле там, да, и в настроении. Это, ну, как бы сказать, глаз ты моргаешь постоянно, и постоянно вот что-то как будто задевается у тебя. Вот какой-то постоянно такой, знаете, неприятный момент. Вот. И сегодня, когда я с утра проснулся, я открываю глаза. Первое, что я понимаю, что я им начинаю двигать, и у меня ничего не мешается. То есть, видимо, вчера, когда вот этим вот лазерным мне зашили эту дырку в сосуде, это все-таки он давал вот эти вот неприятные ощущения. Вот. И сегодня я понял, что я теперь вот так вот глазом могу что угодно делать, туда-сюда, это, и он у меня не болит, у меня нет вот этого ощущения, как будто песок внутри, или как будто что-то задевается, понимаете? Вот. То есть, я этому раньше значения не придавал, я даже вот, ну, и права в Швейцарии сдавал, да, проходил тоже тест у офтальмолога, все нормально было со зрением. Но, видите, вот со временем, видимо, вот эта жидкость начала накапливаться, поэтому потом, конечно, это все потихонечку-потихонечку переходит в такую патологию, которую нужно лечить. Вот. Я рад, конечно, что я все это оперативно сделал. Вот некоторые вещи, видите, до сих пор у меня еще не прошли. Вот. После катетера убрал я все. Вот. Поэтому, ну, внимательно просто будьте со своим здоровьем, и если что-то у вас вот, ну, происходит такое, что не очень вам привычно, значит, нужно, ну, обратиться за какой-то помощью, хотя бы сделать какой-то тест. Независимость – это глаза, там, или внутренние органы, или что-то еще. Как я считаю, да, чтобы не запускать. Вот. Так что все нормально, не переживайте. Нормально у меня, ну, сразу настроение улучшилось, сразу какое-то самочувствие другое, сразу ты по-другому смотришь на мир. Вот. Я, конечно, очень доволен. Вот. Многие люди переживали по поводу того, что там женщина вчера катетер ставила без перчаток, что там какие-то вот те вещи, пятое-десятое, не все, я так понимаю, принципы, которые действуют в России, или в Украине, Беларуси, но вот в бывшем СССР, не все этими принципами пользуются, например, в Европе, или, а тем более в Африке, да у всех разные есть какие-то, может быть, мы когда тоже работаем в Швейцарии, мы не работаем никогда в перчатках, когда делаем тесто, хлеб, или работаем с продукцией, потому что это, наоборот, запрещено санпидом. Может быть, и здесь тоже запрещено, не знаю, там, брать кровь и делать уколы в перчатках, а, например, у нас, наоборот, это в обязательном порядке. В общем, везде есть какие-то свои нормы, вот, и переживать из-за этого не нужно. Но самое главное, что я вам рассказал, да, что мне получше, это уже очень хорошо, это радует, поэтому не переживайте тоже, и если у вас какие-то есть сложности с организмом, лучше сразу эти дела решать и тоже следить за своим здоровьем. Еще спрашивали вопрос, как рассосется вот эта вода в глазном яблоке. В общем, через месяц у меня будет еще один тест, еще один скан придется делать, вот. А сейчас получается, что эту воду, которая находится в глазу, да, этот сосудик закрыли, то есть вода уже новая или что-то с жидкость какая-то, она поступать уже не будет, то есть накапливаться не будет и разрушать зрение. А та вода, которая уже внутри есть, она должна как бы, по идее, со временем рассосаться. Я, конечно, не знаю, как это все работает, но, видимо, они тоже там не первый раз такое делают. Мне прописали капли. Вот один раз я капаю утром, один раз капаю вечер, эти капли, ну, якобы убирают отек, отекшесть и опухшесть и так далее, отечность. Вот, так что, как бы, они, по идее, через два месяца должны полностью эту влагу из организма убрать и зрение восстановится. Сейчас у меня, как бы, когда я закрываю, до сих пор еще вот это мутное пятно, и до сих пор я там вижу в два раза меньше, да, то есть вода, она никуда не делась. Сейчас просто закрыли этот сосуд, вот, я это уже физически, еще раз говорю, чувствую. А вот когда эта вода вот именно уйдет, я пока, не знаю, через месяц, в общем, еще раз проверимся. По цене вы у меня спрашивали, в общем, мне это обошлось. Вот вчерашний день, это тест, который мне сделали, да, там, заливали эту жидкость желтую в организм, чтобы все это сделать, фотографию. И сама операция, вот, мне выписали счет на 14 700 рублей, по-моему, это получается. Ну, плюс-минус 29-30 тысяч рублей, то есть 290-300 долларов за лечение. Ну и плюс, там, я до этого два теста делал, там, таблетки покупал, тоже где-то там в 20 тысяч рублей мне обошлось. А вот, конечно, с одной стороны, врач мог бы сразу заштопать эту дырку, не пичкать меня сначала этими каплями, не пичкать меня таблетками, вот. Но он сказал, что нужно 2 месяца, вот, попробовать полечиться без вмешательства. И, как бы, лазер, это уже последняя стадия операции и так далее. Вот, кто-то еще писал, что очень странно, что у человека до 40 лет проблема с глазами. Для меня тоже это, конечно, был удар, шок, странность. Как так получилось, что я, вроде, там, не должен был, да, попасть в эту зону риска. Она указывается, вот эта вот болезнь, она у людей, которые очень много работают, стресс, у которых постоянно какие-то вот не выплеск эмоций. Я очень многое в себе держу. Вот, я когда, например, на ТикТоке, на Ютубе что-то рассказываю, это мне помогает, да, чуть-чуть, как будто я с психологом пообщался. Вот, но иногда, конечно, нужно просто выплескивать эмоции, которые у тебя накапливаются. И я так понял, что у меня вот эта вот проблемка началась именно в Швейцарии, когда мы много усердно работали, и по ночам, и днем, и какая-то была постоянно беготня, и стресс, и кошмаренье, там, органов и так далее. Поэтому, ну, было сложно. Поэтому, видимо, в тот момент вот что-то у меня порвалось в глазу. Вот, и видите, я не знаю, сколько, год, полтора, два. Может быть, вообще пять лет я с этим уже жил, я не знаю. Вот, и только когда у меня, видимо, наполнился глаз этой водой, я понял это в один день, что нифига себе, у меня аж картинка поменялась. Видимо, когда уже начала эта жидкость на что-то конкретно давить, что сетчатка начала менять, как сказать, менять образы, да, вот, видимо, того, что я вижу. И все. Вот, поэтому, еще раз говорю, это такая болезнь, она как раз-таки вот затрагивает людей от 25 до 50 лет. Сетчатка рвется, не сетчатка, а задняя стенка вот этого сосюдика, и все, и открывается доступ к проблеме. Поэтому, друзья, берегите себя, будьте здоровы обязательно, и не забывайте подписываться на мой канал Spotify, слушайте мои песни там, вот, ссылочка в шапке профиля. И занимайтесь своим здоровьем, это оказывается не шутки. Вот, когда ты там до 30 лет живешь, как бы особо проблем нет, но потом что-то начинается. Надо, конечно, себя поддерживать обязательно в хорошей физической и моральной форме. Всем пока, друзья, и до новых встреч.